Под государственный флаг Российской Федерации, Знамя Победы, смирно! Прошу внести знамена! По главной площади города, под патриотический марш «Священная война», ставший гимном защиты Отечества, Знаменная группа Роты Почетного Караула проносит государственный флаг Российской Федерации и копию Знамени Победы! Возглавляет знаменную группу Роты Почетного Караула Капитан Чупахин Денис! Государственный флаг в руках сержанта Константина Балахванцева! Знамя Победы несет старший сержант Павел Андреяж! Во главе колонны мотоцикл ТИС АМ-600 одиночный Выпускался с 1935 по 1941 годы на Таганрогском мотоциклетном заводе Надежный, хорошо приспособленный к бездорожью, долговечный мотоцикл применялся во время Советско-финской и Великой Отечественной войны На центральной площади города мотоцикл ТИС АМ-600 с колясками Мотоцикл ТИС АМ-600 предназначался для Красной Армии бойцом НКВД Первые мотоциклы торжественно представлены на Первомайской демонстрации в городе Таганрог в 1936 году Это надежные и долговечные машины Выпускались как в одиночном варианте, так и с колясками В праздничной колонне мотоцикл М-72 с коляской Один из самых массовых мотоциклов Красной Армии Предназначался для разведывательных подразделений В годы Великой Отечественной войны на мотоцикл устанавливались кронштейны с поворотным устройством для закрепления ручного пулемета Дегтярева С февраля 1942 года выпуск мотоциклов был налажен на Эрбитском мотоциклетном заводе Встречайте, на площади легковой автомобиль ГАЗ-67 и СИС-3 ГАЗ-67 отличался проходимый тип надежно легким и ремонтопригодностью Использовался в качестве коммунизмской машины, а также тегачат для легких артиллерийских систем Стал одним из самых массовых автомобилей Всего в годы Великой Отечественной войны было выпущено более 5000 единиц Всего было собрано почти 93 тысячи автомобилей 76-мм телевизионная пушка СИС-3 была разработана в 1941 году Орудие отличалось высокой мобильностью, скоростной листью, дальней надью огня И стало самым массовым артиллерийским орудием Великой Отечественной войны Легковой автомобиль ГАЗ-2А с установкой М4 Это первый по-настоящему массовый грузовик Советского Союза Отличался надежностью и ремонтопригодностью В армии автомобиль использовался для доставки грузов и личного состава А также в качестве базы для создания специальных машин установки различного вооружения В кузове смонтирована зенитная установка М4 из четырёх пулевётов системы Максим На главной тракте площади грузовой автомобиль ГАЗ-2А 25-мм зенитной пушкой образца 1940 года Ещё одна модификация легендарной полуторки В 25-мм зенитном орудием 72А В годы Великой Отечественной войны данные зенитные орудия использовались против пуска летящих и фигуирующих шелей Возможное быстрого перевода орудия в боевое положение позволяло использовать данную установку для противовоздушной обороны В праздничной автоколонии движется грузовой автомобиль ГАЗ-3А С прицеплённой 37-мм автоматической зенитной пушкой образца 1939 года Трёхкосный грузовик повышенной проходимости предназначался для Красной Армии Имел усиленную раму, новые ведущие мосты и грузоподъёмность 2 тонны Во время войны на грузовиках монтировали систему реактивного огня «Катюша» Мастерские для ремонта бронетанковой техники и топливозаправочные установки На площади автомобиль ЗИС-5 Один из основных грузовых автомобилей СССР 30-40-е годы На ряду ГАЗ-5 На базе ЗИС-5 Подработано 19 серийных модификаций От городских автобусов и санитарных машин До самоотвалов и лесовозов Поставлялся на экспорт водимых стран Грузовики ЗИС-5 Использовались в годы Великой Отечественной войны И на фронте для перевозки грузов А также в качестве тягача Движение боевых машин продолжает грузовой автомобиль ЗИС-6 Со звукоулавливающей станцией Это трехвостный 4-тонный грузоик Разработан на базе ЗИС-5 Использовался в качестве транспортной машины общего назначения И как тягач артиллерийских оружий В кузове смонтирована звукоулавливающая установка ЗТ-6 Способная определить звук приближающегося самолета На расстоянии до 15 км Применялась совместно с прожекторными станциями И зенитными орудиями В праздничной колонне движется грузовой автомобиль ЗИС-12 В прожекторной установке Модифицированная версия грузовика ЗИС-5 С удлиненной базой Автомобиль поместился специально для военных нужд И использовался в качестве базы для различного оборудования Установленная в пузове прожекторная станция Применялась для обнаружения вражеских самолетов в ночное время А также для освещения наземных объектов Мощнейший взлетовой поток Силой 650 миллионов лучей Помогал обнаружить самолеты противника На высоте до 12 км А сейчас встречаете Легкий артиллерийский тягач Комсомолец С 45-миллиметровой Противотанковой пушкой 53К Гусеничные тягачи Комсомолец Использовались для блокировки орудий Различного калибра И сыграли значительную роль В модернизации Красной Армии Машина отличалась проходимостью и надежностью А применение автомобильных комплектующих Упрощала снабжение тягача Запасными частями Гомсомолец Буксирует в знаменитую 45-ку В начале Великой Отечественной войны Пушка являлась основным типом Противотанковой артиллерии Красной Армии Рай-качный колония Афилитский тягач ФГД-5 Составляют Город Великой Отечественной войне Красной Армии Красной Армии Рай-качный Рай-качный Красной Армии Поделилась Баран Рай-качный На южном Рай-качный Каучный Солен Орудие, расшедшее всю Великую Отечественную войну, по праву считается одним из лучших образцов в ствольной артиллерии. Режим боевых машин продолжает траптор С-65 Сталинец. Создатель армистов двухмиллипровой гаубицы, пушкой, аэропорцы, образца 30-го года. Выпускался на Келебинском тракторном заводе и был предназначен для работы спецификации в Победитель. Создатель армистов двухмиллипровой гаубицы, пушкой, а также как привод для различных машин. Сталинец пуссирует в статистику двухмиллипровую гаубицу МЛ-20. Данный стрелки в СМС-8 обзначенных военных комплектов авторского архитета. МЛ-20 по праву считается одной из лучших артиллерийских систем, когда-либо разработанных в мире. Сталинец выпускался с 1937 по 1946 годы. На праздничную площадь въезжает броня автомобиль ПА-20. Был разработан в 1936 году на шасси автомобиля ГАЗ-МАЗИ. В довоенном периоде у нас был военный военный архитет по волке в Советской Федерской войне. Использовался в качестве логеряного автомобиля разведки, взятия, а также в качестве автомобиля боевого охранения. В 1942 году выпуск ПА-20 был прекращен. По площади движется броня автомобиль ПА-64Б. Он применялся для разведки, связи, сопровождения автоколун и огневой поддержки пехоты, а также в десантных операциях и при штурме городов. Бронирование противопульное, экипаж два человека, вооружение один пулемет. Большой угол возвышения пулемета позволял вести огонь по верхним этажам зданий. Выпускался горьковским автозаводом, прошел всю войну. От боев под Воронеж в 1942 году до штурма Берлина в 1945. Следующий участник колонны бронеавтомобиль ПА-6. Бронеавтомобиль активный используется в конфликтах конца 1930-го, начала 1940-х годов. ПА-6 отвечал по наличию мощного птичного вооружения. Однако слабая проходимость позволяла бронеавтомобилам действовать только вдоль оборудованных дорог. Производил себя в жёстком заводе. На момент воздания в 1436 году имел наиболее мощное вооружение среди боевых машин данного класса. На площади бронеавтомобиль ПА-10М. Модифицированная версия бронеавтомобиля ПА-10, разработанного на колесной базе грузовика ГАЗ-3А. Отличается наличием внешних топливных баков, а также специальной полки для гусениц. ПА-10М применялся в годы Великой Отечественной войны, а также в период войны с Японией. Париж использовался преимущественно в целях разведки и боевого обстановления. Мы работаем с поскольку новую эминистрация Следованность Машина ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Установка СУ-100 Бирал забуден на базе среднего танка 5-34-8-5 В транспортском бюро Волновь завод Вооруженная влечная стянет Медовой пушкой Манедная самоборная установка Могла эффективно бороться с тяжелыми танками противника СУ-100 Выпускалась до 1956 года И в некоторых странах Используется до сих пор На праздничную площадь Мещает хранофортная Желинская установка 1-и-62-2 Обор создав 1780 года Воскр**** Субтитрам Учивая МедовShoix Уставка Вoc sud Субтитрах Субтитры Воскр specification Выпускалась Vietnamese Субтитры Субтитры подогнал «Симон» 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 Великой Отечественной войне танки Кисть-3 участковых танков, как вам несколько раз раз угроза на СССР, получили оболочение Кисть-3 участковых танков. Забыкает праздничную колонну боевой техники тяжелый танк Т-35. Это одежда в мире Синие и Дима Китара в мухгалерских ухо-соцеренческом вооружении и в этом поле кремитами. Сегодня на зоне Кисть-3 участковых танков, которые на военный трил использовались только на военных парадах в Москве и Киеве. Т-35 изображен на одной из самых уважаемых солдатских наград медали за отмогу. В обороне городов России участвовало 2208 наших земляков. Освобождали от фашизма Польшу, Чехословакию и другие страны 960 наших дедов и прадедов. 52 верхнепышминца были частью партизанских отрядов. 3444 награды получили наши земляки победители. В каждом выстреле по врагу была капля труда верхнепышминских тыловиков, трудившихся под девизом «Все для фронта! Все для победы!» Субтитры создавал DimaTorzok